Всем привет! Не знаю, используете такие там у себя маршрутизаторы интернета или нет. Вот Linksus. У нас тут в Аргентине используются нормальные, хорошие, с Wi-Fi, с антеннами. Вот, если кто-то использует, расскажу, как его настроить правильно, для того, чтобы использовать на несколько компьютеров, или телефонов, или ноутбуков, и все такое. Вот, в основном, сзади у него тут подключение электричества, так сказать, сети электрической подключить. Здесь отдельно стоит один вход сетевого кабеля, по которому входит интернет. И вот здесь четыре выхода. Можете подключить или, так сказать, свитч, или хаб. И для распределения, или прямо компьютера, какие-то четыре можете подключить. Ну, это не главное. Сейчас покажу, как его настраивать. Его надо настраивать через, и, как бы, через броузер интернетовский. Но сначала надо подключить один из выходов, к примеру, к компьютеру. И потом настраивать. Итак, продолжим, рассмотрим базовую настройку линксуса. То есть, базовую, не всю, полную, потому что там много настроек, а именно базовую, которую дома может человек сам, который купил, сделать для того, чтобы использоваться интернетом и быть немножко защищенным со своим линксусом. Значит, для этого мы сетевой кабель подключаем в один выход из четырех и подключаем к какому-нибудь компьютеру. Все. Даже не обязательно подключать к коду интернета. Ну, можно, если сразу же модуль подключить к коду интернета. Это может и лучше, но я сейчас буду без интернета настраивать. Открываем какой-нибудь сплорер, для того, чтобы интернет, так сказать, интернет-эсплорер, там, или Google Chrome, или Mossilio. И пишем вот здесь сверху, где адрес, адрес рупера, который с фабрики идет такой. 192.168.1.1. И нажимаем Enter. Все. Ждем. Вот он отвечает. Отвечает вот такой штукой, запрашивает пароль. С фабрики, когда он еще совсем не настроен, не идет. Админ. Вот так вот. Пользователь. И пароль тоже самое. Админ. И вход. Все. Высвечивается вот такая страничка настройки рупера. Сейчас увеличу немножечко, чтобы видеть. Лучше видно было. Расскажу только базовую настройку. Первое, что предлагаю сделать, идете вот сюда. В администрацион. Но у меня тут на испанском написано, потому что сориентированный. Значит, и выбираем новый пароль, который будет на вход в ваш рутер. Вот здесь все, что есть, закираем. И выбираем какой-нибудь любой, который вам нравится. Вот я возьму какой-нибудь. Два раза надо нажать. Подтвердить. И внизу запомнить. Вот он будет спрашивать второй раз. Если вы правильно набрали и подтвердили, тогда все будет окей. Значит, админ. И здесь уже ставите тот пароль, который вы выбрали. Если вошел, значит, вот написано, что все нормально. И вошел. Значит, вы пароль изменили. Это пароль на вход в конфигурацию. Теперь. Первое. Вот здесь самое первое. Если тут нажимаете и делаете так. Вот здесь надо выбрать, какой у вас будет вход интернета. То есть, какой у вас там провайдер. У нас, к примеру, в основном это автоматическая конфигурация. Вот так мы и оставляем. У кого там постоянный IP-адрес, значит, меняет и пишет вот здесь все данные, которые дал провайдер интернета. Мы, к примеру, пользуемся тем, что у нас все автоматически. Вот этот выбираем. Если это по телефону, вот по PowerPoint. И в каждой стране там по-разному. И в каждой стране свой провайдер, он по-разному дает. Это данные провайдера интернета. Потом. Вот здесь можете поменять номер, который, допустим, здесь 192-168-11. Вы можете выбрать какой-нибудь другой номер, если у вас сеть другая, и вы хотите именно другую сеть. Можно оставить такое, если у вас это домашняя сеть. Здесь можете из списка выбрать часовой пояс вашей страны, вашего города, для того, чтобы рутер хорошо понимал все. И запомнить кнопку нажимаете. Это первая настройка базовая. И вторая базовая настройка. Идете вот сюда. Так сказать, Wi-Fi. И можете изменить имя вашего рутера. Там написать какое-нибудь. Педро, Павло, Хосе. Еще что-нибудь. Какое-нибудь имя. Или вашей фирме там написать какое-нибудь имя. То, что вам нравится. Вон, напишу там, Педро, испанское имя какое-нибудь. Все. И запомню. Продолжить. Имя изменили. Эта сеть будет так называться. И вот здесь. Seguridad. Здесь всегда нету никакого, так сказать, пароля с фабрики. Если вы его не поставите, значит, все ваши соседи будут очень довольны, потому что они будут ловить этот сигнал и без пароля заходить и пользоваться вашим интернетом. Значит, вот здесь выбираете какой-нибудь, так сказать, уровень вашей защиты. Вот можете выбрать ВПА персональ там. И вот здесь поставить, к примеру, 10 цифр, номер вашего какого-нибудь персонального телефона там. Хоть что вы хотите. Поставили. Запомнили. И это будет являться паролем для того, чтобы со своих телефонов, ноутбуков и всего остального вы через этот роутер смогли пользоваться интернетом. Тут еще есть куча всяких настроек, которые там для серверов, для более таких профессиональных вещей. Но мы все рассматривать не будем. Я хотел просто показать вот самую такую примитивную штуку, которую, как говорят, может сделать любой желающий, который купил такой вот рутер и настроить для первого его пользования. Это пароль на вход в конфигурацию рутера. Это выбрать, вот здесь установить данные вашего провайдера. И вот здесь защитить вашу, так сказать, эту Wi-Fi сеть. Вот выбрать пароль и ее название. Все. В принципе, отсюда можно начинать пользоваться интернетом, вашим руками и до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...